Кинокомпания 20th Century Fox представляет Автор сценария Ламар Гротти На основе реальных событий из жизни Пьера Эспири Родиссон Композитор Альфред Ньюман Операторы Феверил Марли и Джордж Вернс Художественная редакция Ричард Дэй Уорд-Иннер Монтаж Роберт Симпсон Звукорежиссёры Альфред Бруздин и Роджер Химман Ответственный продюсер Кеннет МакГоуэн Режиссёр Ирвин Питчер 1667 год Канада объединяла под французским флагом Обширные дикие территории Монреаль и Квебек были чуть больше факторий На реке Святого Лаврентия Наша история началась немного южнее В доме губернатора британской колонии Олбани Мы больше не будем мириться с кражами в колонии Гикари должны уяснить, что Нью-Йорк является английским владением И законам Его Величества нужно подчиняться 20 ударов хвостом на городской площади Да, сэр, это будет уроком для всех Там ждут трапперы, ваше превосходительство Трапперы? Какие ещё трапперы? Двое, которые были вчера и позавчера, сэр Ладно, чего они хотят? Думаю, это связано с экспедицией на северные территории Вы им сказали, что правительство Его Величества не интересует их шкурные дела? Да, сэр, я им сказал Тогда повторите, чтобы они ушли Хорошо А теперь, господа, к вопросу о налогах Что это значит? Вы не хотите нас принимать и совершаете ошибку Вы должны нас выслушать Сейчас вы совершите ещё одну ошибку У меня есть запасной, ваше превосходительство Мы пришли не подраться, а заслужить вашу благосклонность Благосклонность? О чём вы говорите? Что вы? Пьер Эспри Радисон Охотник, торговец, траппер Вот кто я Пьер Медар Шьюр де Гросселье Это я Как видите, у меня знатное имя Но можете называть меня Госбери Вы французы? Может Возможно, отчасти Мы канадцы Что вы здесь делаете? Мы хотим сделать вас богатым человеком Богатым? Да Мы знаем место, где бобров как листик на деревьях По сравнению с тем местом, о котором я говорю, сударь, в других местах их вообще нет Ни один белый человек о нём не знает Только мы И Господь на небесах А мы А мы Ну И где же находится это сказочное место? Мне очень жаль Но я не могу сказать Сначала мы бы хотели внести одно маленькое предложение Вы дадите нам денег и организуете всё для того, чтобы нас туда доставить Один момент Почему вы пришли ко мне? Почему не губернатору Квебека? Нет Он нам очень не нравится Вы нравитесь нам гораздо больше Знаете, что я думаю? Что вы пара лжецов Единственная причина, которая привела вас ко мне, ясна и понятна Вы уже обманули своего губернатора, а теперь хотите обмануть меня, разве не так? Нет, месье Тюрьма в Квебеке давно плачет по вашим несчастным костям Зачем вы так говорите? Мы хотим сделать вас самым богатым губернатором в мире Молчать Выясним, что за мошенничество вы замыслили А пока вы останетесь здесь под охраной Позовите стражу Вы говорите так же, как губернатор Квебека В его словах тоже было мало смысла Так что Мы оставим всех бобров себе Прощайте Арестовать их Что, не удалось бежать? Что, не удалось бежать? Открывай Открывай Думаю, я уже устал ходить Теперь посижу немного Поднимайте Открывай 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 Закрой дверь Теперь я вспомнил, что не поел Вернитесь Я же не всерьез Я просто пошутил Погремите решетками Тогда они точно придут Боже мой, кто это? Подожди, сейчас узнаем Добрый вечер, месье Добрый вечер Шелк Хороший, верно? А, да Неплохой А это? Оленья кожа Лучшая Самый сильный человек, которого я когда-либо видел Это что? Все вы один? Смотрите Господа, я вас поздравляю Вы те, кого я ждал Зачем вы нас ждали? Чтобы вы помогли мне бежать Мне нужно попасть в Новую Францию В Квебек или Монреаль На корабль Зачем? Вам здесь не нравится? Здесь просто очаровательно Но мне нужно в Париж В Париж? Но вы же англичанин Я лорд Кру Эдвард Реджинальд Дэвид Если вы тот самый лорд, которым себя называете То как оказались и здесь? Ну, раз вам так любопытно Лондон сильно пострадал от пожара Королю потребовались деньги для его восстановления А поскольку я очень богатый человек Вас посадили в тюрьму, чтобы отнять ваши деньги Поэтому, и по другим причинам Еще я заколол шпагой одного из королевских подданных Герзкого типа Который не уступил мне дорогу, когда я ему это приказал Да уж, что это за страна В которой такой господин, как Эдвард Как вы там себя называете Не может заколоть шпагой какого-то типа Да, из-за такой мелочи все мое имущество было конфисковано Если я снова суну нос в Англию, меня повезет Но это еще не самое худшее Они надеются, что смогут заставить меня работать Собирать налоги для губернатора Но это уж слишком Я с вами согласен Так вы хотите, чтобы мы помогли вам сбежать отсюда? Именно так Невозможно Подождите У меня есть хороший план, но я не справлюсь, Вадимочка Все, что вам нужно сделать, невозможно Я вам очень хорошо заплачу Что значит хорошо заплатите? В разумных пределах Но вы сказали, что король отнял у вас все деньги Да, но к счастью, я приберег приличную сумму в Генеях Когда вы хотите отсюда выйти? Вы мне поможете? Отлично У меня потрясающий план Завтра утром Зачем ждать до завтра? Можно уйти сегодня ночью Охранники очень небрежные Всегда теряют ключи Ахранник Поехали. Озеро Онтарио. Постоялый двор, бобровая шкура. Официант, вина. Да, сию минуту. В полную. Нет. Еще еды. Мерси, сударь. Все хорошо. Думаю, я вас разорю. Не обманывайте себя. Я привел вас сюда не ради денег. Я сказал себе, побереги его деньги. Я угощаю. А потом сказал себе, мой друг мне симпатичен. Я бы хотел, чтобы вы стали очень богатым человеком. Ничего лучшего я бы и не желал. Мы здесь. Монреаль. Мы пройдем здесь. Потом сюда. И окажемся в этом чудесном месте. Гудзонов залив. Я еще никому об этом не говорил. Ни губернатору Квебека, ни губернатору Олбани. А сказал только вам. Почему мне? Потому что я хочу, чтобы вы вложили свои деньги. Нам нужны товары для индейцев. Товары, да? То, что нужно индейцам. Котелки, топоры, ножи. Простите, но мне нужны деньги, чтобы уехать в Париж. Париж? Вам там не понравится. Может быть. Но перед тем, как покинуть Англию, я обещал своей невесте, что приеду во Францию и встречусь с ней там. У меня две невесты. Но это не мешает мне заработать немного денег. Хотите столько, чтобы хватило на безбедную жизнь? То месте, о котором я говорю, в Гудзоновом заливе, полно рысей, куниц, норок, горностаев и бобров. Миллионы! Дайте мне денег на покупку вещей для торговли с индейцами. Я сделаю вас богатым человеком. Нет, я поеду во Францию. Вы сказали, что король забрал все ваши деньги, верно? И что вы будете делать, когда приедете во Францию? Просить в долг? А если, когда однажды вернетесь домой, вы сможете сказать своему королю, Сударь, подвиньтесь. Я хочу немного посидеть на троне. И он это сделает, потому что вы будете очень богатым. Что значит очень богатым? Насколько? Треть от того, что мы получим. Может быть, 200 или 300 тысяч. 200 или 300 тысяч. Достаточно, чтобы никого не бояться, даже короля. Погодите. Как я могу быть уверен, что вы меня не обманете? Зачем нам обманывать, если мы можем просто перерезать вам горло и обокрасить? Ха-ха! 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 Ладно, я согласен. Отлично, замечательно! Держите. Это все, что есть? До последнего цента. Тогда точно хватит. Наконец-то у меня есть деньги. Теперь я скажу этим двум губернаторам, этим господам, я сам им скажу. Вы приказали Пьеру Радиссону сидеть дома. Какой от него проб? Называете его ужецом, когда он утверждает, что знает место, где бобров как листья на дереве. Так я им скажу. Я не буду сидеть дома. У меня есть богатый английский друг с большими деньгами. Хватитесь вы к черту, а я к Гудзонову заливу. Жемен! Ха-ха-ха! Ты ждала меня, моя малышка? Конечно, я ждала тебя, Джо. И других ребят. Ооо, мой маленький лапе! Эдуаку! Хочу познакомить своего друга с Аримой. Он очень знатный индейец. Как тот король в Лондоне, о котором вы мне говорили. Давным-давно, когда я был ребенком, меня схватили ракеты. Разозгли костер и стали сжечь мне пальцы. Но я не плакал. Я смеялся. Ариме это понравилось. И он сказал, что назовет меня своим сыном. Поэтому я единственный белый человек, который сможет добраться к Гудзонову заливу. А теперь я возьму с собой вас. Потому что вы мой друг. Эдуаку? Редисон. Кудба Мейг. Ваууани. Он говорит, что тоже ваш друг. Я рад видеть такое оживление в порту, господин мэр. Спасибо, ваше превосходительство. Готовится большая экспедиция к Гудзонову заливу. Неужели? И кто же руководит этой экспедицией? Месье Пьер Редисон. Месье Редисон мой старый друг. Надеюсь, вы сообщите мне об ее успешном завершении. О да, непременно ваше превосходительство. С большим удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держитесь от этого подальше. Вы переутомились, много трудились и совершаете необдуманные поступки. Какое вам дело до того, что я делаю со своим Брэнди? Ложитесь спать. Поговорим завтра. Мне бы не хотелось, но если я этого не сделаю, то он не поймёт. Чего смотрите? Рты пооткрывали. Спать! Идите! Поехали! Поехали! Мне очень жаль, что пришлось вас ударить. Но вы очень сильный парень. На мгновение мне показалось, что я борюсь с медведем. Пойдём, отнесём его в постель. Принеси медвежий жир, чтобы смазать руки. Теперь я скажу, почему я это сделал. Брэнди плохо влияет на индейцев. Они становятся безумными, как волки. Вы пьёте, чтобы напиться. Они же встают на тропу войны и могут убить любого. Перерезать глотку. Возможно, вашу собственную. Не понимают, где они и что делают. Они перестают работать. Не хотят ловить рыбу и бобров. Если они не захотят ничего делать, у нас будут проблемы. Сейчас вам лучше поспать. Завтра будет трудный день. И где нам теперь найти выпивку? Боже мой. Я об этом совсем не подумал. День за днём, неделя за неделей, всё дальше и дальше на север. По земле, покрытой снегом, о которой знали только индейцы. Почему остановились? Я подумал, может быть, вы устали. Но мы уже близко к тому месту, верно? По крайней мере, именно так вы говорили последние восемь недель. Конечно, я говорил. Но это не так. Нет. Теперь я скажу вам правду. Пойдёмте со мной. Привал. Ни один белый человек ещё этого не видел. Мы уже пришли. Неужели это сон? Это действительно Гудзонов залив. Представляете, что почувствовал Господь, когда создал это место? И сказал он, красотища, величественная земля. Я думаю, лучше наполнить это место бобрами, поселить несколько индейцев, а потом спрятать его подальше. Чтобы никто не испоганил. До тех пор, пока сюда не придут мои друзья, Радисон и Эдвард Кру. Все это наше. Мне не терпится завладеть этим. Я забыл вам сказать. Господь очень умный парень. Всё самое важное, самое дорогое и самое красивое нельзя унести с собой. Можно нести это здесь. Я верю, что человек способен передвигать мир этим. Я верю, что человек способен передвигать мир. Я верю, что человек способен передвигать мир. Я верю, что человек способен передвигать мир. Что он говорит? Его молодые воины пошли в другие деревни, чтобы его братья поставили ловушки и принесли сюда шкуры для его друга Пьера Радисона, что не обманет нас, как иногда они обманывают губернатора. Но не целый же час об этом говорить. Он всё время повторяет, потому что в это не так легко поверить. Мне нужно выйти отсюда. Почему? Запах не нравится? Запах, дым. Это просто ужасно. Хотите их обидеть? Мне всё равно. Я не могу дышать. Я им сказал, что вы очень богатый англичанин, что в своей стране вы как король. Они всё это приготовили для вас. Не будете есть, они обидятся. Может быть, не дадут нам бобров. Так что ешьте, или они вас убьют. Что это такое? Что это такое? Водоросли. Это гусиные яйца. Жир корибу. А мясо? Мясо? Не знаю. Может быть, мускусная крыса, хвост бобра или нос оленя. Может быть, собачатина. Хорошая еда, правда? Все племена откликнулись на призыв. К весне у Радисона был самый большой запас шкур, который когда-либо приводили из северных лесов. Прекрасные шкуры бобров, рысей, куниц и горностаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 300 тысяч шкур по 20 шиллингов за штуку. И треть этого, что будешь делать с деньгами? Поеду в Париж и женюсь. Сделаешь то, что тебе хочется, правда? Хочется, конечно, но... Не думай, что я не благодарен за то, что... Да ладно. Мне нравится делать людей счастливыми. Я сожалею, что не поверил тебе той ночью в Монреале. Что скажешь, если я тебе немного солгал? И ты не получишь столько, сколько я тебе говорил. Что? Я обещал индейцам четверть от того, что мы получим. Так мы останемся с ними хорошими друзьями. А когда мы вернемся, они снова будут работать на нас, верно? Ты серьезно? Да. Хватит на всех. Почему бы не дать им тоже немного заработать? Я не позволю тебе отдать часть моей доли этим дикарям. Почему ты называешь их дикарями? Они такие же, как мы. Как ты, возможно, но не как я. Почему? Они тоже люди. Послушай, Господь сказал, братьям твоих. Он же не сказал, тебя, индейц, я немного поджарю на солнце. И сделаю твою кожу красной, поэтому ты не будешь так же хорош, как тот белый парень, который остался неподжаренным. Вздор. Если ты настаиваешь на этой глупости, заплати им из своей доли. Ты всегда жил в Лондоне. Там ты был очень важной персоной. Да, очень. Все кланялись, когда ты ходил. Ты говорил, сделайте это, сделайте то. Бегайте, прыгните. И тебе подчинялись. Здесь все иначе. Посмотри. Ты даже здесь ощущаешь свою важность. Есть люди значимые, а есть люди, не имеющие значения. Так пожелал Бог. И не думай, что он торопится что-то изменить. Кроме того, ты не можешь меня обмануть. Ты заработаешь сколько же, сколько и я. Конечно, я очень люблю деньги. Я хочу быть богатым. Хочу, чтобы ты был богатым. Чтобы все были. Думаешь, зачем я отправился искать Гудзону-залив? Послушай, ты думаешь, я солгал, обокрал, обманул тебя? Возможно, я так и сделал. Но у меня есть огромная мечта. Я никогда никому об этом не говорил. Даже Гостбери. Но тебе я скажу. Скорее всего, ты меня поймешь. Канада, как красивая женщина, ждет, когда сильный мужчина покоит ее. И создаст с ней семью. Она говорит, у меня есть хорошая земля для фермы. Деревья для постройки дома. Реки, полные рыбы. И большое сердце, готовое любить. Я сделаю тебя очень счастливым. И добавляю, эти мужчины, живущие в Европе, совсем посходили с ума. Они все время сражаются, убивая друг друга. Из-за клочка земли, на котором совсем ничего не растет. Каждый обязан кланяться перед Эдвардом Кри, когда он входит в дворец. Но здесь я дам тебе хорошее место для жизни. Я вдоволь тебя накормлю. Никто не будет чувствовать тебя лучше, чем ты. Потом она говорит, но ты не должен плохо обращаться с моими детьми, потому что они не такие сильные, как ты. Не должен их спаивать, приносить с собой войну. Только любовь. Как задумал Господь. Или я врежу тебе кулаком по носу. Теперь ты знаешь, почему я первый белый человек, который добрался до залива. Потому что я не обманываю индейцев. И смог обмануть тебя. Я обожаю это место, за то, что здесь хорошо жить. Я думаю, что однажды Канада приютит много счастливых людей, которые будут думать так же, как я. Может быть, люди скажут, Радисон большой дурак, Но он был прав. Но, думаю, я слишком много говорю. А этим местом нужно молча восхищаться, а не говорить о нем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Смотрите, мы привезли много бобровых шкур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гусбери. Что он сказал? Губернатор украл шкуры. Арима, надо вернуть шкуры. Я хочу врезать этому губернатору. Гусбери, почему вы забрали шкуры? Шкуры принадлежат Нам. Ваши шкуры, друзья, как вы ошибочно утверждаете, были изъяты на законных основаниях в качестве уплаты штрафов и налогов. Какие штрафы и какие налоги? О чем вы? Что мы такого сделали, чтобы нас штрафовать? Скажите-ка, есть закон, запрещающий браконьерство. Вы забыли получить разрешение, а также сеяли недовольство среди индейцев. Какое недовольство. Индейцы счастливы. Идите, посмотрите. Откуда вы взяли эти законы? Не было таких законов, когда мы приехали. Я сам их принял. Что значит принял? Когда приняли? Сегодня утром. Мы найдем способ. Поедем во Францию, чтобы увидеться с королем. У вас возникнут проблемы из-за посягательства на интересы короля. Все общего его интересы имеют с нашими шкурами. Я решил закрыть глаза на неповиновение моим приказам и оплатить вам четвертую часть тех шкур, которые вы привезли. Четвертую часть? Вам заплатят деньги, когда вы выйдете. Но я обещал индейцам четверть от того, что мы привезли. Мы останемся ни с чем. Дайте им несколько бутылок бренди. Они останутся довольны. Нет. Я дал им слово. Они получат свою четверть. Вы так и не сказали нам, почему так поступили. Я тебе скажу почему, потому что он не добыл ни одной шкуры и боится того, что скажет король, когда его корабли уйдут отсюда пустыми. Подумайте о том, что сюда могут послать человека для выяснения причин, почему новая Франция не приносит денег. Месье. Столовый сервиз. Я вспомнил, что пришел дать ему в нос. Думаю, теперь я это сделаю. Не советую. Есть законы и против подобной горячности. Покажите им, где выход. И я хочу, чтобы охранник, который их пропустил, был арестован. Покажите им. Ну, и что мы теперь будем делать? Если я останусь и здесь, то совершу что-нибудь плохое. И губернатору придется нас убить. Если только я не убью его раньше. Возможно, ты прав. Может быть. Вот что. Нет, это нехорошо. Я не хочу возвращаться в тюрьму в Албане. Можно отправиться в Квебек. Не пойдет. Нас немедленно схватят. Я тоже так думаю. Что? Мы не можем остаться. Но можем сесть на корабль. Во Францию? Нет, в Лондон. В Лондон. Чудесное место. Разве не так? Конечно. Но я не могу туда поехать. Меня арестуют по прибытии. Возможно. Но если ты не уедешь сейчас, то сможешь ли вообще увидеть невесту? Свою леди Барбару. Да, но я в изгнании. Меня повесят, если я вернусь без разрешения его величества. У тебя нет друзей в Лондоне? Конечно же есть. Много друзей. Важные люди. Знатные персоны. Ну, Руперт. Принц Руперт? Да, кузен короля. Но это... Тысяча чертей. Ты его знаешь? Он мне как отец. Кто еще? Нелли Гвин. Она вместе с королем. Почему ты не сказал мне, что знаешь? Они ничем не смогут помочь. Они уже пробовали, но король их не послушал. Это было, когда король забрал твои деньги и отправил тебя в изгнание. Тогда ты был бедным парнем. Теперь все иначе. Ты богат. Богат? Естественно. Ты скажешь королю, послушайте ваше величество. Хотите Гудзон обзалив? Огромную территорию, которой еще никто не владеет. Ну, хорошо. Мы отдадим ее вам. Я скажу тебе, нет. Нет. Я скажу тебе. А ты скажешь королю. Послушайте, ваше величество. Пока не надо меня вешать, позвольте мне организовать большую компанию. Мы все разбогатеем. Англичане любят деньги. Да, конечно, но... Тогда мы поедем и попробуем. Как мы поедем? У нас нет ни цента. Не беспокойся об этом. Разве не я вызвал тебя из тюрьмы? Не я привел тебя в Гудзон и в залив? И не выполнил своих обещаний. Ты мне не веришь? У меня нет выбора. Если я сойду с ума, ты будешь виноват. Естественно, я всегда во всем виноват. Просыпайся. Мы едем в Лондон. В Лондон. Нужно грезти так далеко. Можно не грезти. Можно в платье. Все, тихо и спокойно. Что это было? Я ничего не слышал. Меня беспокоит одна вещь. Что же подумает обо мне Господь? Он знает, что шкуры наши. Я не о шкурах. Я о том, что не оторвал нос губернатору. Уверен, что я что-то слышал. Пойду посмотрю. Стража, стража. Стража, стража. Быстро. Ну, давайте. Цель. Огонь. Огонь. Они даже стрелять хорошо не умеют. Стража. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эдвард! Эдвард! Боже мой, что ты тут делаешь? Ваше Высочество, мне нужно поговорить. Дорогой Эдвард, это очень опасно. Если тебя кто-нибудь увидит, мне приходится рисковать. Но скажите же, как Барбара? Она восхитительна, страдает из-за тебя, но необычайно очаровательна. А Нелли? Находчива и оригинальна, как всегда. Но расскажи о себе. Откуда ты приехал? Что все это значит? Я вам обо всем расскажу, но прежде хочу представить своих друзей. Месье Пьер Эспри Радисон, путешественник Траппер, а теперь и беглец от губернатора Новой Франции. Приятно познакомиться. Сэр Гросселье, это я. Лорд Госбери, еще одна головная боль губернатора. Для меня большая честь. Для меня тоже. Послушайте, ваше высочество, ваше высочество, послушайте, вы хотите разбогатеть? Разбогатеть, конечно, у нас есть для вас предложение. Боже упаси, я не занимаюсь коммерцией. Возможно, чтобы заработать все, что вам нужно сделать, дать нам небольшой корабль. Попросить у Его Величества, чтобы организовать меховую компанию. Меховую компанию в Лондоне. Удача на нашей стороне, сэр. Мы сделаем вас самым богатым человеком. Когда нас ограбили французы, Господь послал нас в Лондон, чтобы увидеться с вами. Господа, прошу вас, не сегодня. Я отправляюсь в войскол на праздник. Возможно, завтра мы все обсудим. Послушайте, ваше величество, в смысле, ваше высочество, я думаю, Господу понравилось то, что Он от нас сейчас услышал. Мы проделали долгий путь. Пожалуйста, сэр, выслушайте нас. У меня есть предложение. Пойдемте со мной, и по дороге вы мне все расскажете. Нет, Его Величество не должно знать, что я здесь. Нам не нравятся такие праздники. Откуда мы знаем? Мы никогда ни на одном не были. Может быть, это тебя и спасет. Ты знаешь чувство юмора Его Величества. Если придешь к нему до того, как кто-нибудь узнает, что ты ослушался его приказа не возвращаться, он может тебя простить. Или прикажет меня повесить. Ты уже рискнул вернуться без его согласия. Ты же знаешь, как его восхищают смелость. Мы застанем его врасплох. И что важно, там будет Барбара. Хочешь с ней увидеться? В такой одежде? Мой дорогой друг, ты очаровательен. Вы все трое. Вот и я всегда так говорю. И это правда. Если вы оденетесь с сухой и кружева, то у троих заурядных людей, стремящихся к его благословности, не будет никаких шансов. Но если вы придете так, Его Величество станет любопытно. Что это такие, просят его ауиндиенсы. Этот парень, я хотел сказать, Его Высочество говорит дело. Спасибо, сэр. Да поможет нам Бог. Если Его Высочество ошибается. Если я ошибаюсь, сильно сомневаюсь, что смогу вам чем-то послушать. Послушайте, ведь у короля Карла будут самые красивые девочки, верно? Дорогой Госдори, для меня будет честью представить вас всем верцогиням. Кто это такие пришли с принцем Рупертом? Не знаю. Мы ждем новых послов? Какие странные одежды. Очаровательные. Похожи на туземцев. А кто это? Кто это? Как остроумно, дорогая. Как остроумно. Почему бы вам не спросить, и мы это выясним. Я так и сделаю. Кузен Руперт. Ваше Величество, мисс Нелли. Разрешаю вам представить нам этих дентельменов. Благодарю вас, Ваше Величество. Старый друг и верный подданный, Лорд Кри. Ваше Величество. Мсье Пьер Радисон, милорд Готбери. Разве вас не выслали из страны? Да, Ваше Величество. Тогда почему вы вернулись без моего разрешения и в такой одежде? Чтобы просить вашего прощения и преподнести лучший подарок, который мог бы сделать Ваше Величество. Подарок? Новые владения, сэр. Новая колония. Миллионы акров прекрасной земли. Куры, руда, древесина. Все можно добыть. Если половина из того, что он сказал, правда, ваша империя будет больше всех империй Европы вместе взятых. Где это? Гудзонов залив. Гудзонов залив? Я что-то позабыл, где он находится. Что? Забыли Гудзонов залив, где полно бобров? Говорят, не с вами, сэр. Гудзонов залив в Канаде, Ваше Величество. В Канаде. Новая Франция. Замечательно. Очень великодушно с вашей стороны предлагать мне собственность моего дорогого фузена Людовика, французского. Ваше Величество, Гудзонов залив был открыт и изначально провозглашен английскими владениями. Ни слова больше, милор. Не надо обманывать, говоря о завоеваниях новых земель, древесины и шкурах. Вы ждали прощения. Что ж, я обжалую ваш приговор и верну вам вашу собственность. Вы ошибаетесь, милор. Немедленно выкиньте эти помыслы из головы. Собственность была продана, а все деньги потрачены несколько месяцев назад. Я больше не хочу слышать ни слова по этому поводу, иначе вы впадете в мою немилость. Что происходит, Нелли? Милорд, мы обеспокоены тем, что вы осмелились приехать в Англию без нашего разрешения. Но до пересмотра вашего дела можете остаться здесь с нашего позволения. Ваше Величество. Один момент, милорд. Не спешите так быстро нас покинуть. Полагаю, вы должны знать, что изменился этикет поведения молодых джентльменов при дворе, с тех пор, как вас отправили в ссылку. Так что мы советуем вам следить за своими действиями и языком. Можете идти. Господа, надеюсь, вам понравится в нашей стране. Эдвард! Какая радость! Увидимся позже. Эдвард, как? О, дорогой! Пойдем отсюда. Ты не представляешь, как я ждал этого каждую минуту. Любовь моя. Что тебе сказал, Его Величество? Наверное, он рассержен? Он решит это потом. Не понимаю, почему ты вернулся, не предупредив меня? И в таком виде... Принц Руперт посоветовал нам не переодеваться. Эдвард, ты отдаешь себе отчет с том, куда пришел? И что сделал? Почему ты не разыскал меня? Я был в Канаде. С этими дикарями? Не смейся, они могли убить тебя. Любовь моя, посмотри на меня. Ты видишь, я изменился. У тебя загорелое лицо. Это из-за того, что я жил под солнцем. Вот, потрогай. Теперь у меня мозоли. Я могу работать по 15 часов в день. Брести в каное, рубить дрова. Рубить дрова? Кажется невероятно, да? Но это так. И скажу тебе больше, я собираюсь заработать в состоянии. На рубке дров? Нет, на шкурах. Любимая, миллионы бобров только и ждут, когда мы их поймаем. Поэтому мы и приехали, чтобы организовать меховую компанию. Достать корабль. Ты снова уедешь? На время, пока мы не привезем корабль с грузом. И не докажем, что все работает. Надолго? На год. Может быть дольше. Я не позволю тебе уехать. Я должен. Кроме того, я этого хочу. А что будет со мной? С нами? Дорогая, мы поженимся, когда я вернусь. Моя любимая. Ты же не хочешь, чтобы я провел остаток жизни вдали от той, которую люблю. Не видишь? Разве ты не видишь? В этом мое спасение. Да, ты прав. И я не буду эгоистичной. Я не позволю себе этого. Я так боялась, что ты вернешься разочарованным, ожесточенным. Но вижу, что это не так. Ты изменился. О, дарлень. Любимый. Разве мы не слишком долго говорим? Привет, Джеральд! Эдвард! Боже мой, ты краснокожий. Я видел там двух немыслимых созданий. Никогда не ожидал найти жениха своей сестры в одежде сшитой из снятых скальпов. Джеральд, поговори с его величеством. Скажи ему, что Эдвард сильно изменился. Попроси, чтобы он простил его. Конечно, сегодня же ночью. Он тебя послушает. Но я сделаю это не ради тебя, а ради собственного эгоизма. Эгоизма, я не позволю ему снова уехать. Я больше не вынесу твоих истерик. Джеральд, сестренка, не отрицай это так. Ты выплакала целое море. Ты сделала мою жизнь невыносимой. Эдвард, я запрещаю тебе покидать Англию. Я должен уехать. Ты не можешь, я против. Даже не говори об этом, но это так. Он возвращается в Канаду рубить дрова. У тебя нет сердца, нет чувств. Нет. Тебе не жаль своего будущего Шурина? Нет. Ты не можешь снова уехать и оставить меня с ней. Тогда возьми меня с собой. Возможно, это хорошая идея. Что? Посмотри, как изменился Эдвард. Да? Разве это не ужасно? Я серьезно. Для тебя это было бы великолепно. Кажется, она серьезно. Похоже на то. Очень серьезно. Так вы говорите, Гудзонов залив весьма богат мехами. Мы добыли 300 тысяч шкур, Ваше Величество. Вы привезли в Лондон 300 тысяч шкур? Губернатор Новой Франции отобрал их у нас. Но мы смогли кое-что вернуть. Месье Родисон рассказал мне о новом морском пути, Ваше Величество. За пределами Новой Франции. Наши корабли без труда войдут в Гудзонов залив. Да, у нас не будет проблем с Францией. Месье, я думаю, что вы плут. Все это уловками лорда Круз с целью вернуть мою богословность. Возможно, я немного плутоват, Ваше Величество. Но уверяю вас, что меня не беспокоит то, что вы плут. Мне нравятся плуты. На самом деле, я думаю, это единственные люди, которые мне симпатичны. Мы одинаково мыслим, Ваше Величество. Кроме того, я всегда могу проигнорировать милорда Круз и отослать его подальше. Однако, если вы организуете компанию, а я ничего не узнаю, да-да, мы сохраним все тайне. И если один из моих кораблей окажется свободным, Ваше Величество будет самым богатым человеком в мире. То не будет никаких возражений. Конечно, дорогой Кузен, нам понадобятся королевские привилегии. Конечно, дорогой Кузен, мы не будем говорить о королевских привилегиях до тех пор, пока не убедимся, что 300 тысяч шкур были похищены губернатором Новой Франции. Необходимы товары для обмена, господа. Ваше Высочество, господа. Добрый день, Джеральд. Ваше Высочество, господа. Вам будет интересно знать, что лорд Джеральд Холк согласился сопровождать нас в первом путешествии. Лорд Кру хочет сказать, что он вместе с моей сестрой убедили меня в том, что мне пора становиться человеком. Коммерсантом, так сказать. Сэр Роберт, Вы все сказали? Конечно, сэр. Так как я один из подписавших, я думаю, что стоит уделить больше внимания товару. Как я понимаю, дикари обычно обменивают куры на такие вот ткани, как эта. Да, но так мы не сделаем хорошего бизнеса. Но, мои дорогие господа, если это то, чего они хотят, то, чего они хотят, и то, что им нужно, совершенно разные вещи. Я сказал им, что мы привезем ножи, котелки, мускеты, то, что им поможет. Естественно, мы хотим дать им самое лучшее. Но, в то же время, мы не должны баловать этих созданий. Послушайте мой совет, привезите им корабль, полный Брэнди. За бутылку индейцы готовы перерезать глотку собственной матери. Конечно, перережут глотку собственной матери. Отрежут голову любому. Нет, мы не повезем им Брэнди. Мне все равно. Вы осведомлены о политике в Новой Англии? Да. Вы должны признать, что дела там идут достаточно хорошо. Да, но в Новой Англии белый человек фермер. Если на его пути встают индейцы, белый человек делает все, чтобы лишить их земли. В Канаде все иначе. Нам нужны индейцы, чтобы добывать шкуры. Без них не будет бизнеса. Но это коммерческое предложение. А как предприниматель с опытом, приобретенным в... Простите меня, но я передумал. Мы не будем организовывать компанию. Я вернусь в Канаду и скажу индейцам, чтобы они ни с кем не торговали. Потому что будут обмануты и использованы. Я приехал в Лондон, думая, что у англичан больше здравого смысла. Послушайте, я даю вам обширные земли. Вы можете заработать много денег. Единственное, что я требую, хорошие отношения к моим друзьям. Тогда я смог бы показать французскому губернатору, каким он был глупцом. Но нет, вы все одинаковые. Не понимаете моей идеи. Почему? Коммерсанты, меня хватит. Я возвращаюсь домой. Прощайте. Месье Родисон, Вы угрожаете нам крепким ударом по самому уязвимому месту, по нашим кошелькам. И хотя я не уверен, что ваши предложения справедливы и уместны, я склонен отступить и поддержать вас. Так что вернитесь. А я объявлю единогласное решение. Оставить все дела этой компании в ваших руках. У вас есть полное право определять стоимость каждой шкуры по справедливой цене. Мы позволим себе довериться пословице. Дьявол знает больше потому, что он старый, а не потому, что он дьявол. При условии, если вы забудете эту глупость уехать домой, оставив нас без долгожданной и заслуженной прибыли. Сейчас в ваших словах есть здравый смысл. Я стою. Этим известием я предлагаю завершить заседание. До того, как месье Родисон откроет все наши слабости. Пойдемте, господа. По бокалу вина. Извините, милорд. Заседание закончилось. Точно. Хорошо. Другие господа ушли в салон что-нибудь выпить, сэр. В таком случае я выпью здесь. Принеси мне бренди, пожалуйста. Да, сэр. И разбуди меня, когда принесешь. Движение судов Его Величества. Сегодня ночью с приливом поднимает якорь и отчалит по направлению Гудзонову заливу корабль Нонсуч с грузом, оплаченным управляющим компанией английских авантюристов, которые начинают торговлю в Гудзоновом заливе. Господа, на землю, сходите. Будет интересно, если в конце концов ты сделаешь из меня человека. Представляешь, что скажут при дворе. Он стал примером для молодежи. Я даже смогу претендовать на титул епископа. Это хорошая идея. Ты выглядел бы очень элегантным в платье епископа. Давай прощаться. Уже пора идти. Что тебе привезти из Нового Света, Аскальп? Достаточно с него. Он всего лишь твой брат. Провожающие, сойдите на землю. Оставляю ее тебе. С моим благословением. С ним все будет хорошо. Кажется, он даже рад тому, что едет. Так и есть. Как мне тебя отблагодарить? Не беспокойся, думай обо мне и жди меня. Эдвард, не здесь. Что скажут люди? Что тебе очень повезло с таким ласковым женихом. Но что подумают обо мне? Что тебе хочется меня целовать? Они даже не подозревают, что такой горящий влюбленный отправляется в 3000-мильное путешествие, а его девушке предстоит вынести 18 месяцев одиннадцатого. Ну, Барбара, мы же договорились ни слова об этом. Прости, я не должна была. О, дарлень. Но, Эдвард, я так ревную тебя к Гудзонову заливу. Провожающие, сойдите на землю. Дамы и господа, на землю. Всем добрый вечер, я готов. Вперед! И под британским флагом они вошли в Гудзонов залив. Первое торговое поселение было названо Форд Чарльз. В честь Ему Величества. Скажи Джеральду, чтобы поторопился. Мы готовы идти. Я скажу ему прямо сейчас. Джеральд, поторопись. Ты слышишь ветер? Знаешь, о чём он говорит? Он говорит, пойду вперёд, расскажу бобрам о том, что этот парень ради сон снова идёт охотиться на них. Наденьте свои лучшие пышные наряды, чтобы быть красивыми, когда он придёт. Убери от меня свои грязные лапы. Если я говорю, пойдёшь, значит пойдёшь. Что происходит? Он слишком упрямый. Я передумал, я не пойду. Когда передумал? Прямо сейчас. Почему, в чём причина? Я выдержал всё, что можно, а с меня хватит. До прихода снегов была жара и москиты. Не с кем поговорить. Нечего делать, только сидеть и слушать кучку дикарей. Если ты так считаешь, зачем поехал? Хотел бы я знать. Наверное, был пьян или сошёл с ума, раз позволил себя убедить. А я, наверное, сошёл с ума, решил, что из тебя может выкинуть, а кучная. Я не хочу идти 200 миль по снегу, чтобы поохотиться на бобров. Что ты ему сказал? Что с тобой или без тебя он останется главным в гофе. Значит, он будет командовать, пока я здесь? Тебе тут не нравится, так что отправишься домой, когда пойдёт корабль. Я признаю, что привезти тебя сюда было большой ошибкой. Но скоро всё закончится. Ради Барбары, ты можешь хотя бы попытаться сделать что-нибудь полезное? Я думаю, тебе лучше идти. Я не хочу отрывать тебя от твоих друзей. Мои друзья меня подождут. Ну и до свидания. У этого парня зубы острые, как у бобра. Госбарри никогда не изменится. Слышали волка? Наверное, он воет, потому что тоже голоден. Я думаю, волк воет, потому что его друг скоро уедет в Лондон. Он говорит, Эдвард Кру не нравится Канада. Он уедет домой. Разбогатеет и забудет меня. Когда-нибудь я вернусь. Я в это не верю. Мы с Госбарри будем по-прежнему добывать шкуры. А ты женишься и заведёшь семью. Ты никогда не вернёшься. Тебе повезёт жениться на такой девушке, как Леди Барбара. Ты уверен, что с её братцем ты не изображаешь из себя папу? Иногда я задаюсь таким вопросом. Я скажу тебе, как всё будет. У тебя родится прекрасный маленький сын и дочка. Красивая дочка. И они будут твоими. Потом у тебя появится ещё один сын. И он будет для меня. Мы назовём его Пьер. Он станет лучшим во всём мире торговцем шкурами. Найди себе жену, и она родит тебе своих торговцев шкурами. Но у меня уже есть жена. И много детей. Ты мне об этом не говорил. Вот моя жена. Иногда она бывает немного холодна. Но это единственная женщина, которую я люблю. Что он сказал? Индейцы принесли форт шкуры, и Джеральд заплатил их бренде. Он говорит, индейцы напилить. Они не ведают, что творят. С ума посходили. Я тебя предупреждал. Мы должны вернуться. Пошли. Убирайтесь отсюда, отвратительные дикари. Пошли вон. Я больше не дам вам бренде. Я сказал, вон отсюда. Я сказал, убирайтесь. А, это ты. Добро пожаловать домой. Что случилось? Что случилось? Пойдемте со мной. Я покажу, что случилось. Вы так уверены, что только вы умеете торговать с индейцами. А я этого не могу. Ну, смотрите. Как ты получил шкуры? Некоторым дикарям не нравится то, что им предлагают взамен. Они сказали, что отнесут шкуры французам в Монреаль. Так что я дал им немного выпить. Я сказал, что если они хотят больше, то должны сделать то, что нужно мне. Не успел я опомниться, как они уже разгружали шкуры. Я говорил тебе в Лондоне, ты зря тратишь деньги компании на этих дикарей. Теперь совет поймет, что я был прав. Ты знаешь, что эти пьяные дикари убили дружественных нам индейцев, чтобы украсть у них шкуры? Убили? Может быть, сейчас до тебя дошло, что ты натворил. Вы считаете, что они убили своих братьев по моей вине? Я не говорил им убивать. Я только сказал, что обменяю их шкуры. Вот и всё. Но сделал это, зная, что поступаешь неправильно. Отвечай. Я знал, что поступаю неправильно, если хочешь знать. Но я тебе не позволю помыкать мной. Ты слишком много говоришь. Пусть лучше он знает. Мне не нравится, что он оставил за главного индейца, когда здесь был я. И тогда решил, что будет лучше, чтобы его немного побили, да? Ни один невежественный индейец не будет мне указывать, что я должен делать. Что это? Идите быстрее. В чём дело? Подожди, я пойду. В чём дело? Ну, что? Он говорит, что слышал этот боевой клич в каждой деревне. Хри посылает много воинов, чтобы напасть на своих врагов. У них есть французские ружья. Они уже убили много людей. Объясни, Ариме. Расскажи ему всё, как есть. Я уже рассказал. Он сказал, что теперь белый человек его враг. А я ему больше не сын, потому что нарушил своё слово. Индейцы одурели от Брэнди. Но ты же не виноват. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Он всё понимает. Сказал, что его люди не поймут. Они знают только то, что белый человек нарушил своё обещание. И кроме того, погибли 20 индейцев. Он уверен, что будет большая война. Если только... Что? Если только белый человек не будет наказан. Что значит наказан? Он сказал, чтобы мы отдали его им. Это невозможно. Я сказал, чтобы завтра он пришёл в форт с индейцами. Я сам наказал Джеральда. Что ты с ним сделаешь? Он преступник. Из-за него погибли 20 человек. Я его расстреляю. Расстреляет? Ты не можешь расстрелять белого человека без суда. Англичанина. Друга короля. Тебя за это повесил. Предпочитаешь войну с индейцами? Уничтожение целого народа? Это будет преступлением. Джеральд прав. Арима дикарь. Все они дикари. Понятно, что они дикари. Именно поэтому я так и сделаю. А ты никогда не видел войну с индейцами. А мне приходилось. Частенько. Индейцы впадают в безумие. Убивают детей и стариков. Всех. Нападают по ночам. Жгут дома. Убивают. Это может продолжаться лет 10. Может 15. Пока они не забудут, из-за чего сражаются. Но они будут продолжать убивать и убивать, не останавливаясь ни на минуту. Джеральд не виноват. Он не хотел ехать. Кроме того, он был пьян. Если кто-то и должен быть наказан, так это я. Предпочитаешь, чтобы убили тебя? Ты мой друг. Ты мне нравишься. Но если бы я узнал, что убийцам можно остановить войну, я бы это сделал. Убил бы Гусберри. Убил бы собственного отца. Убил бы себя. Но этого не потребуется. А Рима сказал, что умереть должен Джеральд. И он умрет. Ты не сделаешь этого. Мне все равно, что скажет Арима. Или любой другой индейец. Я не позволю, понимаешь? Не позволю. Я уже сказал Ариме, что сделаю. И я сдержу свое слово. Джеральд. Джеральд. Чего тебе? Мне нужно войти. Я должен с тобой поговорить. О чем? Открой дверь. Это очень важно. Черт, вы дикари. Всю ночь собираются петь. Послушай внимательно. Радисон говорил с индейцами. Они сказали, что ты виноват в преступлении. И ты должен умереть. Умереть? Да, скорее. Тебе нужно немедленно бежать. Бежать? Ты что, не понимаешь? Они договорились. Чтобы избежать войны, Радисон тебя расстреляет. Глупости. Ты сутишь. Это противозаконно. Знаю. Поэтому я и пришел, чтобы помочь тебе бежать. Его величество ему не позволит. Ты меня слышишь? Я все улажу. Да, но куда я пойду? Как? Я приготовлю сани с едой. Со всем, что тебе потребуется. И карту, чтобы добраться до Монреаля. Я потеряюсь. У тебя нет выбора. Но индейцы высадят меня. И схватят. Завтра я им скажу, что помог тебе бежать. Если Радисон хочет кого-то расстрелять, пусть расстреляет меня. Нет, я не согласен. Ты хочешь, чтобы дикари меня схватили, когда я выйду отсюда. Вы с Радисоном спланировали это, чтобы сказать, что меня убили индейцы. Но я не выйду. Я останусь здесь. Они не осмелятся меня тронуть. Король мой друг. Он вас всех повесит. Убирайся. Убирайся отсюда. Я не боюсь ни тебя, ни Радисона. Никого. Вы не посмеете меня убить. Не осмелитесь. Вы этого не сделаете. Не сделаете. Убирайся. Убирайся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...